С чего начинать? Что нужно знать игроку, который только начинает осваиваться во вселенной Старкрафта и при этом не особо хочет проходить там всякие кампании, просиживать штаны за многочасовыми гайдами, а хочет сразу получить всю необходимую информацию для старта в мультиплеере? Вы попали по адресу и в этом видео я расскажу вам о 10 главных лайфхаках для новичков второго Старкрафта, которые отлично подготовят вас к соревновательному режиму. Вы готовы? Тогда поехали! Итак, первый и главный лайфхак. В самой игре уже есть все необходимое для того, чтобы подготовить новичков к хорошему старту во втором Старкрафте. Многим игрокам кажется, что первое, что им необходимо сделать, это выбрать расу. Как вы знаете, во втором Старкрафте есть три игровых расы, тераны, зерги и протасы. Можно также играть за случайную расу. И вроде бы для того, чтобы освоиться в игре, нужно сначала выбрать то, что будет ближе вам как к игроку. Но на самом деле это не совсем верный подход, потому что для начала стоит зайти в раздел тренировок, где вы можете перейти к самым простым заданиям за все три расы для того, чтобы лучше с ними освоиться и сделать уже осознанный и полноценный выбор. В режиме тренировок вы можете научиться добывать ресурсы, строить здания, вы получите огромное количество подсказок от игры, что и в каком порядке нужно делать. После этого вы сможете перейти, например, к режиму тренировок против компьютера, где система автоматически подберет вам соперника нужного уровня сложности. И только после того, как вы определитесь со своей расой, после того, как вы пройдете полный режим тренировок и подготовите себя к врыву в мультиплеер, можно начинать полноценное знакомство с игрой и можно переходить к реальному соперничеству в Старкрафте. Прежде чем вы сможете побеждать серьезных соперников, вам придется хорошо поработать над тем, чтобы изучить собственное оружие. И здесь снова на помощь придет игровая подсказка, о которой знают совсем немногие. По нажатию клавиши F12 в игре вы вызовете комплексное руководство, в котором найдете описание как самых основных базовых игровых механик, связанных с добычей ресурсов, так и в управлении в игре, например, есть даже видеоролики, посвященные каким-то конкретным игровым компонентам, по которым вы сможете очень просто научиться. Кроме того, есть полноценное описание всех юнитов, всех технологий, всех апгрейдов, которые доступны вашей расе. И даже есть полноценное дерево технологий. И для протасов, и для тернов, и для зергов вы можете понять, какие здания, какие технологии нужны для того, чтобы производить те или иные войска. Если вам этого мало, то есть еще один интересный способ получить больше знания о механике Старкрафта. Вы заходите в раздел пользовательских игр, игротеки или аркейд в англоязычном варианте игры, и пишите юнит тестер, после чего нажимаете на карту лот в юнит тестер онлайн. При помощи этой карты вы можете создавать различные типы войск и тестировать, как те или иные юниты будут сочетаться с другими типами войск или воевать с определенными типами армии соперника. Можно как просто отправлять войска через атаку для того, чтобы они сражались и выясняли, кто же сильнее. Можно пытаться ими каким-то образом управлять. В любом случае, эта карта — это настоящая полноценная песочница, в которой вы сможете намного лучше ознакомиться с тем, как работает игра и каким образом сочетаются разные типы юнитов. Базовый набор знаний уже получен, а теперь пришло время напороться на грабли, заботливо расставленные самой игрой. Приезжая на базу своего первого соперника, вы легко убедитесь в том, что не можете выделить ни его юнитов, ни его здания, чтобы посмотреть, чем же на самом деле занимается оппонент. Исправить эту проблему довольно просто. По нажатию клавиши F10 вызовите игровое меню, перейдите в настройки игрового процесса и включите выделение юнитов соперника. Можно сразу же убрать появление очков опыта на экране, потому что это абсолютно ненужная информация, и включить полоски хитпоинтов, для того, чтобы по-настоящему ценная инфа всегда была на вашем экране. Управление в игре осуществляется при помощи мыши и клавиатуры, и если с мышью все в принципе понятно, то с клавиатурой придется очень серьезно повозиться, для того, чтобы добиться по-настоящему эффективного управления в игре. Для этого как раз воспользуйтесь специальным пунктом меню «Горячие клавиши», где вы можете найти полную справку по тому, какие горячие клавиши можно использовать для конкретных команд, или при управлении зданиями, или при управлении юнитами, или вообще в каких-то глобальных игровых моментах. Не пугайтесь, учить все это не обязательно, многое будет понятно интуитивно, многие ходки вам не пригодятся вообще никогда. Кроме того, вы можете создать свою уникальную раскладку горячих клавиш, которая будет синхронизироваться с батлнетом, а можете выбрать очень интересную опцию «Раскладка сеткой», где команды будут иметь такой же порядок, что и клавиши на вашей клавиатуре. Это достаточно интересный вариант, но в любом случае, для того, чтобы горячие клавиши запоминались эффективнее, нужно выключить простую панель приказов справа внизу. Вот давайте сравним. Сейчас вы видите справа внизу полную панель приказов, на которой подписаны горячие клавиши, а вот так выглядит простая, на которой, соответственно, не хватает многих важных команд. Поэтому учите хотки и управляйте клавиатурой максимально эффективно. Управление клавиатурой во втором Старкрафте сводится далеко не только к применению горячих клавиш для команд из панели приказов. Есть и куда более важный навык управления войсками при помощи контрольных групп. Как вы можете убедиться, в меню игры, в разделе настройки горячих клавиш, в Старкрафте есть 10 контрольных групп, которые вызываются клавишами от единицы до нуля на вашей клавиатуре. При помощи комбинации Ctrl-1, Ctrl-2 и так далее, вплоть до Ctrl-0, вы будете эти группы создавать. При помощи клавиши Shift можно добавлять юнитовые здания в эти контрольные группы, а Alt-ом убирать их. На примере двух сильнейших игроков в СНГ, Касса и Блая, можно убедиться, что контрольные группы используются примерно по одному и тому же принципу всеми топовыми игроками. Вот посмотрите на Касса. На единицу у него основное войско, на двойку вспомогательные юниты, на четверку абсолютно все его производственные мощности, то есть бараки, завод и два космопорта, между которыми Касс переключается при помощи горячей клавиши Tab. Далее на пятерку у него добавлены все командные центры, это орбитальные станции, планетарные крепости, так что по этой горячей клавише просто заказываются новые рабочие. Ну а дальше мы просто видим здание для апгрейдов на всех остальных группах от шестерки до нуля. То же самое у Блая. Все войско на единицу, далее на двойку один дополнительный тип войск, на тройку другой, это юниты поддержки, на четверку отдельно добавлены королевы, которые делают инъекции и распространяют крип, на пять абсолютно весь продакшн, ну и дальше шестерки по ноль. Мы видим просто главное здание Блая. Это вполне логичный и понятный концепт для использования контрольных групп. Ну все, шутки кончились, пора переходить к серьезным взрослым вопросам. Давайте поговорим об EPM, показателе Actions Per Minute, количество действий в минуту, относительно которого в среде неопыт игроков во второй StarCraft бытует мнение, что для того, чтобы играть на высоком уровне, нужно летать пальцами по клавиатуре так, как будто ты играешь сонату Бетховена в темпе Престиссимо. Но это не совсем так. Дело в том, что сам по себе показатель EPM это даже не скорость работы ваших пальцев, это скорость работы мозга. И пока вы не научитесь быстро думать в условиях изменяющихся обстоятельств в игре, вы не сможете кликать по-настоящему быстро в течение всей игры. Тем не менее, то, что мы вам рассказывали в предыдущих лайфхаках, прекрасно поможет вам увеличить свой EPM без SMS и регистрации. Давайте разберемся на практике. Вот смотрите. Одно дело, когда вы берете, выделяете мышкой каких-то юнитов или здания, читаете, что вам нужно построить, как-то там заказываете, выделяете юнитов, отправляете их куда-то. Другое дело, когда вы все делаете при помощи контрольных групп, клавиатуры и горячих клавиш. Вот смотрите, как легко и быстро набивается EPM. Overlord на двойку, хата на пятерку, переключаемся, переключаемся, дальше быстро заказываемся по горячим клавишам, выбираем Hatchery на пятерку, дальше нажимаем на кнопочку S для того, чтобы выбрать личинку, дальше нажимаем на кнопочку D для того, чтобы заказать дрона, и вот так вот быстро можем переключаться. Hatchery, Overlord, Overlord, снова Hatchery, дальше выводим дрона для того, чтобы ставить Hatchery, и тоже вместо того, чтобы кликать мышью, можно просто нажать B, Build, H, Hatchery, в это время также дома исходить и заказывать новых дронов, и так быстро-быстро-быстро набывать свой АПМ. Не то, чтобы это поможет вам побеждать здесь и сейчас, но как минимум свой показатель Actions Per Minute вы точно увеличите. Ну а сам АПМ вам нужен для того, чтобы разобраться с тремя китами второго Старкрафта, макро, микро и мультитаска. Что же это за слова такие иностранные? Старкрафт, как игровой процесс, состоит из нескольких очень важных составляющих. Добычи ресурсов, их расхода на производство армии и зданий, это все объединяется в макро, в экономическую составляющую игры, а также из управления этими самыми войсками. Это мы, как правило, называем микро или контролем. Что касается мультитаска, то есть многозадачности, то это как раз способность игрока своевременно реагировать на изменения в игре, которые позволяют ему переключаться между разными макро и микро задачами. Для всего этого вам и нужен АПМ. Для всего этого и нужно много кликать по клавиатуре и мыши. Давайте снова обратимся к примеру от профессионала и посмотрим, как именно украинский Терранкас распределяет свой АПМ. Вот смотрите, сейчас он переключается между производственными зданиями, он занимается макро, у него готова новая база, после этого он переключается на войско, бросает скан, чистит зерговскую слизь, далее включается мультитаск, потому что он занимается высадкой войск на базу врага и в это же время идет вперед своим войском. Также обратите внимание на переключение по горячим клавишам. Внизу постоянно происходит заказ новых войск, то есть в процессе контроля, в процессе управления своим войском, КАЗ также не забывает о макро, о производстве новых юнитов. Сейчас он бросает скан, видит, что соперника нет рядом, то есть получает необходимую информацию, идет вперед, дает сопернику сражение, концентрируется на контроле собственными войсками, почти не занимается макро в этот момент, потому что основной приоритет идет именно на войско, на микро и на небольшой мультитаск, связанный с высадкой на базу соперника. Как только появляется пауза, мгновенно по горячим клавишам снова происходит заказ, вновь небольшая пауза в сражении, это повод заняться экономикой, перевести рабочих, и дальше опять приоритеты распределяются именно в пользу контроля армии. За всем за этим не стоит забывать о том, что три кита, если хотите, три слона сидят на одной черепахе, и этой черепахой, панцирь которого поддерживает весь игровой процесс, является информацией, которую вы должны получать по ходу всей игры. StarCraft это во многом именно игра информации, информации не только о том, что у вас за юниты, как они атакуют и чем они занимаются, то есть информация не справочного характера, а информация, которую вы получаете в реальном времени, о том, что делает соперник, где он находится, и какие решения, как следствие, вы должны принимать. Именно за счет информации живут эти три кита, и осуществляется переключение от одного элемента игрового процесса к другому. В общем, главный вам совет, просматривайте реплеи профессионалов, или даже ваших соперников в рейтинговых играх, смотрите, как они макрятся, как они макрятся, как они переключаются между разными задачами, и будет вам счастье. Теперь давайте поговорим об еще одном моменте, которому вас, к сожалению, не научит ни одно стандартное игровое обучение. Как и где нужно располагать свои строения. Запомните главный момент. В StarCraft очень важны стенки, то есть здания расположены таким образом, что через них просто нельзя пройти. Это настоящая стена, настоящее укрепление перед проходом на вашу базу. Проще всего стенки ставить таким образом, чтобы здания стояли впритык к каким-то элементам рельефа. Вот, например, смотрите, спуск с вашей базы, вы ставите здание таким образом, чтобы хранилища находились прямо на краю, чтобы нельзя было поставить здание ближе к проходу. То же самое касается проходовым между зданиями. Вы ставите их таким образом, чтобы они стояли вплотную, и, это очень важно, соприкасались клеткой либо по горизонтали, либо по вертикали. Если они соприкасаются как-то там по диагонали, то вы увидите, что стенка не плотная, и какие-то юниты могут через нее проходить. Так что ставьте стенки вплотную, делайте так, чтобы здания соприкасались именно клеткой по горизонтали или по вертикали, и будет вам счастье, потому что у расы тернов есть замечательная возможность опускать и поднимать хранилище. Протосы и зерги лишены этой привилегии, поэтому у них появляется дополнительный нюанс. Им нужно ставить здание таким образом, чтобы все-таки оставался какой-то проход. Как правило, проход — это одна клетка игрового поля, клетка сверху и снизу, от которой находятся другие здания, ну или слева, или справа. Главное, чтобы не по диагонали. Вы видите, проход получается закрыт, если юниты, которые стоят на этой клетке, поставить на команду hold position, то есть отдать ему команду держать позицию. Тем не менее, при помощи такого известного в Старкрафте приема, как Mineral Walk, можно через такую стенку проехать рабочим. Этот прием исполняется очень просто, вы берете рабочего и отдаете ему команду проехать к минералу, просто нажатием правой кнопки мыши на этот минерал или на добывающее газ здание. И таким образом рабочий может очень легко проехать. Тем не менее, если Mineral Walk не использовать, то рабочий пройти не сможет. Точно так же не сможет пройти и любой другой юнит, если ваши здания расположены правильно. Тем не менее, опять же, остерегайте стенок, которые сохраняют только диагональный проход. Вот так вот поставлены по диагонали гейтвы и пилон, и через этот проход пробка может проехать, а какие-то большие юниты пройти не смогут. Поэтому такие стенки принято считать не очень удачными и лучше, чтобы здания располагались выше или ниже прохода, или слева, или справа. Ну, а вот прием Mineral Walk. Опять же, он работает и на здания, добывающие газ, так что при помощи Mineral Walk вы всегда сможете разведать базу соперника, если вы играете против Протоса или против Зерга. О стенках вы можете почерпнуть массу дополнительной информации в специальном видео на моем канале, но где-либо в интернете очень сложно найти информацию о том, как трезво оценить свой уровень игры во второй StarCraft относительно других игроков, потому что сама игра в этом плане, к сожалению, только запутывает. Ну вот давайте представим, вы уже прошли первые отборочные матчи в рейтинговых играх и попали, вот, например, в дивизион Queen's Head, где занимаете десятое место, а еще тут куча разных непонятных циферок. Вот у вас 1201 очко, столько-то побед и поражений, справа сверху у вас 649 бонус пул, а внизу у вас матчмейкин рейтинг, и вы находитесь в топ-25 своего дивизиона, если верить соответствующей иконке, и это третий или там какой-то сезон, в общем, ничего не понятно. Что из этого нужно отбросить? Правильный ответ почти все. Вас интересует только ваш матчмейкин рейтинг, он же MMR, это и есть эдакое значение, численная характеристика вашего уровня игры во втором StarCraft, но понятно, что само по себе число вам, наверное, скажет не так много. Куда больше вам может сказать распределение в лиге? Обратите внимание на надпись сверху. Платинум 1. Что это означает? Это означает, что вы находитесь в первой трети игроков платиновой лиги. Все игроки в многопользовательский режим о втором StarCraft отправляются либо в бронзовую, либо в серебряную, либо в золотую, либо в платиновую, либо в алмазную, либо в мастер лигу, ну а еще в один на один есть лига для профессионалов, гранд мастер лига. Так вот, платина мы видим, это, если исключить гранд мастера, третий по силе дивизион, и если вы находитесь в тир 1, то есть в верхней трети платины, то вы попадаете, ну, примерно в топ 35-40% игроков. Вот обратите внимание на среднее распределение между дивизионами. Если вы в мастер лиге, то это примерно топ 4-5%, если вы в алмазной лиге, то где-то топ 25%, платина топ 45%, и так далее, и так далее. Если вы оказались в бронзе, то, наверное, вы просто невнимательно смотрели и слушали это видео. Наконец, карты. Как вы наверняка знаете, игры во второй StarCraft постоянно проходят на разных из сезонов сезону меняющихся картах. Как разобраться в них? Где найти полный список? И как избавиться от лишних, которые вам не нужны? Ответ очень прост. В самой игре. Рядом с кнопочкой Play есть также кнопка, которая отправляет вас в меню карт, где вы можете найти список текущих карт в сезоне рейтинговых игр и вычеркнуть те, которые вам не нравятся. А определить наихудшие для вас можно как раз при помощи статистики, которая выводится, исходя из количества игр, сыгранных вами в этой сезоне на каждой карте. Такой же выбор карт есть для всех остальных режимов игры в стандартном многопользовательском StarCraft. 2 на 2, 3 на 3 и 4 на 4. Гуляйте по списку карт, смотрите, как они выглядят и выбирайте те, которые нравятся меньше всего, или просто работайте со статистикой и делайте выводы, исходя из нее. И, наконец, последний бонусный лайфхак. Как вы наверняка заметили, все игровые материалы к этому видео были сняты в англоязычной версии StarCraft. И это было сделано не просто так. Даже несмотря на то, что большинству новичков мы бы посоветовали ознакомиться с игрой при помощи ее русскоязычной версии, если уровень владения английским языком позволяет вам играть в англоязычной версии, мы советуем поскорее переключиться на нее, после того, как все основные нюансы, все юниты и их характеристики станут понятны. Потому что пока у вас по экрану будут перемещаться головорезы, призмы, искривления и стрекозы, у всего остального сообщества будут летать риперы, варпризмы и вайперы. Так что вам просто будет намного проще влиться в наше сообщество, если вы сразу же будете использовать те термины, в рамках которых общаются и все остальные игроки, ну или, если хотите, их подавляющее большинство. За сим откланиваюсь и надеюсь, что ваше знакомство с нашей замечательной игрой будет очень и очень успешным. Мой ютуб канал обязательно поможет вам в том, чтобы как можно лучше освоиться во втором StarCraft, так что обязательно подписывайтесь, до новых встреч, всем пока и удачи, до встречи на полях StarCraft'а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok